Говорит Ульяновск. Вечерняя программа радио Государственной телерадиокомпании «Волга». Добрый вечер. У микрофона журналист Евгений Слюняев. На тему дня. По инициативе губернатора Алексея Русских принято решение об усилении контроля добычи полезных ископаемых. С этой целью создана специальная комиссия, которая проводит тщательное обследование территорий районов Ульяновской области. Так, за период с 19 октября по 8 декабря правительственной комиссии совместно с главами администрации районов обследовано 157 карьеров. О результатах проведенных обследований на очередном заседании штаба по комплексному развитию региона доложил заместитель председателя правительства Ульяновской области Роман Когтев. «Мы готовим сквозную статистику по всем карьерам и недропользователям, чтобы была она как в электронном виде, так и на карте. Каким выводам удалось промежуточным прийти? У нас наиболее активные недропользователи в 12 из 24 муниципальных образований. Наиболее активные это у нас Павловский, Новоспадский, Николаевский, Теренгуйский, Кузоватовский, Сенгелеевский, Инзинский, Меликевский, Чердаклинский, Старомаинские районы, город Димитровград и Ульяновск. В этих районах точки роста есть как для экономики самих районов, так и для экономики области в целом, потому что мы собственными глазами убедились, недропользователи в этих районах работают крайне активно. 60 карьеров разрабатывается на основе лицензий, 64 карьера законсервировано и не разрабатывается, 26 карьеров разрабатывается незаконно, но в большинстве случаев это население берет для местных нужд, то есть это объемы, как правило, незначительные по сравнению с теми недрами, которые находятся в активной работе по лицензиям. 7 карьеров в настоящее время разрабатывается администрациями муниципальных образований для собственных нужд. И отдельно я хотел бы выделить то, что у нас из того, что мы увидели в рамках рабочей группы, достаточно масштабные 4 намывных карьеры в городе Димитровград и Меликевском районе. Также хотел остановиться на выводах технического характера, но которые дальше окажутся крайне полезны, в том числе для наведения порядка в рамках бюджетных поступлений и вообще, чтобы в этой сфере навести полный порядок. Наличие у недропользователей лицензий, это еще не означает, что недропользователь может осуществлять добычу с карьера. Необходимы также другие документы. Это должна быть осуществлена геологоразведка с соответствующим отчетом и утверждением запасов по промышленным категориям. Дальше происходит составление проектной организации, проекта разработки месторождения. Это все бумажные носители, которые должны быть на каждом карьере, и мы их, соответственно, через районную администрацию у недропользователей запросили. Дальше у нас согласование проекта разработки месторождения, составление проекта горного отвода, выдача горноотводного акта из Минприроды, регистрация горноотводного акта в Ростехнадзоре, подготовка плана горных работ на текущий год. Если мы говорим сейчас о работе недропользователей в рамках эксплуатации карьеров на 2023 год, у них должен быть соответствующий план разработки, зарегистрированный в Ростехнадзоре в Самарской области. Если он отсутствует, то, соответственно, комплект документов на карьер не полный, и он работает не совсем, мягко говоря, в рамках законодательства. Также по результатам выдается протокол плана развития горных работ, который резюмирует комплектность документов на каждый карьер для каждого недропользователя. Это вот то, что по нормативной документации удалось проработать. А вот еще к каким выводам привели результаты обследований, проведенных комиссией правительства Ульяновской области. Целесообразно использование собственных недр области карьеров. Лицензионных соответствующим комплектом документов, как для собственных нужд, так и рекомендовать подрядчикам, которые делают у нас как федеральные дороги, так и муниципальные. Это даст дополнительный рост экономики как в районах, так и в регионе. Также мы в районах заметили, что есть месторождения, которые благоприятны для захода инвесторов, что тоже сколыхнет экономику ряда районов и области в том числе. Адресно мы этот перечень также дополнительно выдадим. Из тех карьеров, которые находятся сейчас в активной разработке, половина из них находится на землях сельхозназначения. При этом нормативно все карьеры должны находиться на землях промышленного назначения. То есть это нарушение с соответствующими штрафами. И соответственно мы видели в работе комиссии, что часть недропользователей оформили эту промку свою. Часть в процессе оформления находится. Ну соответственно остальным мы будем рекомендовать все-таки перевод совместно с администрациями районов. Из земель сельхозназначение на промку. Это также даст дополнительные налоги в бюджет. Также мы заметили, что ряд недропользователей находится юридически в налоговых, не нашего региона. Соответственно это нужно отдельно будет через глав, так и нам в администрации с ними встречаться, чтобы рекомендовать, чтобы они либо обособленные подразделения, либо в целом перешли в районы. Также получается, что у нас часть недропользователей, например возьмем Чердоклинский район, налоговых поступлений толком нет, а там карьеры рабочие, например один зарегистрирован в Ульяновске, другой в Димитровграде, но соответственно целесообразно, чтобы те недропользователи, где они берут эти недра, соответственно там они были зарегистрированы и налоговые поступления, и благоустройство, чтобы оно оставалось в районах. Потому что в Ульяновске и в Димитровграде также есть свои карьеры, и они достаточно масштабные. На этом месте губернатор Алексей Русских приостановил выступление и спросил у докладчика, когда появятся конкретные данные о том, сколько и где добывается полезных ископаемых, и сколько поступило налогов по каждому карьеру. И вот какие ответы на поставленные вопросы дала министр природных ресурсов и экологии Ульяновской области Гульнара Рахматулина. Аналитика будет по стечению первого квартала, когда будут сданы отчеты по работе за текущий год. Налог НДПЕ уплачивается в бюджеты муниципальных образований по месту добычи полезного ископаемого, независимо от того, где юридическое лицо зарегистрировано. Это закон о недрах первое. Значит, нам нужно комиссию из маршейдеров, чтобы сделали замеры по каждому карьеру и фактически сопоставили, сколько заплачено, и нам на очерту подвезти, чтобы с этого момента они начинали под нашим контролем платить столько, сколько должны. Иначе это будем еще три года ездить, толку никого не будет. Независимых маршейдеров, чтобы съездили, и ни один человек, а комиссионно, чтобы никто там не сфальсифицировал. Здесь я совершенно с вами соглашусь, что необходима маршейдерская проверка после принятия отчетов по работе за текущий год. В свою очередь в отчет мы включили и подпись маршейдера, который курирует тот либо иной юридическое лицо, которое добывает полезные ископаемые на территории Ульяновской области. Результат вот этой вот работы должен быть такой. Аналитика по каждому недопользователю, сколько он вынул полезных ископаемых, сколько должен был с этого заплатить налогов, и сколько фактически заплатил. От этого будем отталкиваться в нашей дальнейшей работе. Следующий доклад должен быть следующим. Карьер, собственник, сколько вынул, сколько должен заплатить, сколько заплатил. И будем разбираться. Вот это работа. По каждому недопользователю сделать слайд. По итогам первого квартала данную информацию Роман Юрьевич представит по итогу задачи отчета и проверки. В завершении обсуждения этого вопроса заместитель председателя правительства Ульяновской области Роман Коктев назвал еще одно довольно часто встречающееся явление, на которое обратили внимание члены комиссии. Есть недропользователи, исходя из количества работающих и размеров зарплат. Мы на это тоже обратим внимание, потому что один карьер трех человек показывает, другой десять, третий тридцать. Условно говоря, то есть в этой сфере тоже работу проведем. Хорошо. Прогулки по заповеднику В Государственном музее заповедники Родина Владимира Ильича Ленина утвержден план проведения выставок в 2023 году. Посетителям будет предложено много интересных экспозиций, и о наиболее значимых из них нам сейчас расскажет специалист по связям с общественностью Государственного музея заповедника Родина Ленина Юлия Кириллова. Конец года – время, когда все традиционно подводят итоги. Музей заповедник Родина Владимира Ильича Ленина – не исключение. Мы оглядываемся назад на то, что уже было сделано, и строим планы на будущее. И сегодня я хочу рассказать об этих планах. Одна из главных сторон деятельности музея – выставочная работа. Выставки партнерские, передвижные, основанные на фондовых коллекциях, каких только нет. Какие же выставки ждут горожан и гостей Ульяновска в 2023 году? На исходе 2022 года мы готовы ответить на этот вопрос. И впервые мы делаем это так рано. Министерство культуры Российской Федерации уже в ноябре месяце провело открытую защиту выставочного плана для всех федеральных учреждений культуры. Музей-заповедник Родина Владимира Ильича Ленина успешно провел защиту плана. Всего в нем 55 выставочных проектов. Конечно, о всех 55 выставочных проектах мы сегодня рассказать не сможем, но расскажите хотя бы о самых ярких из них. Самые яркие проекты – всего их пять. И они распределены по всему 2023 году. Открывает год 19 января выставка «Великий физик. Великий гражданин». Открытие выставки состоится в музее «Симбирская классическая гимназия». Этот выставочный проект посвящен 120-летию со дня рождения академика Игоря Курчатова. И выставка познакомит посетителей с биографией ученого, уделив особое внимание симбирскому периоду жизни семьи Курчатовых. В Симбирске, куда отец будущего академика был переведен из Уфимской губернии для работы в губернской землеустроительной комиссии, Курчатовые жили с 1908 по 1912 год. Партнерами проекта выступает научно-исследовательский институт атомных реакторов из города Димитровграда и дом-музей Игоря Курчатова из Москвы. Центральными экспонатами выставки станут подлинные предметы из Симбирского дома семьи Курчатовых, а также подлинные приборы физической лаборатории гимназии, в которой Игорь Курчатов учился с 1911 по 1912 год. Материалы выставки дадут представление о жизненном пути ученого с мировым именем и позволят увидеть практическую применимость и значимость его открытий и исследований в наше время. В первую очередь это касается мирного атома, как в плане развития энергетического потенциала страны, так и широкого применения в различных областях, в первую очередь в медицине. Следующая выставка откроется в феврале в выставочном зале на Покровской. И называется она «Несущий свет». Это выставочный проект из цикла «Открываем кладовые». И представляет он типологическую коллекцию из собрания Музея-заповедника «Родина Владимира Ильича Ленина». Выставка позволит проследить эволюцию бытовых источников света и приспособлений для их использования от VIII века и до второй половины века XX. Основные экспонаты будут дополнены предметами быта, фотографиями, предметами интерьера из наших фондов. Разделы выставки «Долампочки», «Керосиновая революция», «Электрическое напряжение» расскажут об эпохе осветительных приборов, в конструкции которых не было стеклянной колбы, о светильниках, работающих на основе сгорания керосина и популярных в XIX-начале XX века российских и западноевропейских электрических осветительных приборах. Во время работы выставки все желающие смогут побывать на театрализованной экскурсии и прогулке «До фонаря» об истории освещения Симбирска, а также стать участниками тематических мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству. Летний сезон в музее «Симбирское купечество» откроет выставка «Русские глазами европейцев». Эта выставка посвящена Дню России, и она откроет серию выставок, рассказывающих о художественной графике из фондового собрания Музея-заповедника «Родина Ленина». Серия объединена темой «Русские, Россия, народы Российской империи, их быт, обычаи, традиции и костюмы». Серия представит коллекцию, в которой есть произведения Джона Аткинсона, Джеймса Дедли, Корнелия де Брюина. И одна из выставок будет посвящена творчеству Емельяна Корнеева. Посетители смогут увидеть 33 гравюры – первой половины XVIII, первой половины XIX века. Раздел выставки «Костюмы женщин России» будет включать в себя серию портретов просто-людинок Москвы и Санкт-Петербурга, голландского художника, этнографа, писателя и опытного путешественника Корнелия де Бруин, который многое видел и записал во время своих путешествий по России в 1701-1703 году. Закрывает выставочный сезон 2023 года две выставки. Обе они откроются в сентябре. Ульяновцев и гостей города ждет выставка «Ульяновск в фокусе» 1970-80-е годы. И выставка эта посвящена 375-летию со дня основания Симбирска-Ульяновска. А выставка создается в партнерстве с Международным информационным агентством «Россия сегодня», ГТРК «Волга» и региональным отделением Союза журналистов России. В 70-80-е годы XX века Ульяновск изменился глобально в связи с празднованием столетия со дня рождения Ленина. И город буквально оказался в фокусе всесоюзного и общемирового внимания, а также в фокусе известных фотографов. Выставочный проект познакомит всех желающих с историей Симбирска-Ульяновска через серию профессиональных фоторабот выдающегося советского фотографа Леонида Лазарева. Также на выставке будут представлены фотографы информационного агентства «Россия сегодня» Бориса Ушмайкина, Рудольфа Алфимова, Юрия Евсюкова. Фотографии были сделаны в Ульяновске во второй половине XX века. Еще один яркий проект сентября – выставка «Борис Мезенцев. Творческий поиск архитектора». Она откроется в Музее градостроительства и архитектуры Симбирска-Ульяновска. Эта выставка позволит познакомиться с деятельностью выдающегося советского архитектора, лауреата государственных премий, профессора Бориса Мезенцева, творчество которого неразрывно связано с развитием отечественной архитектуры XX века. На выставке будут представлены проекты Бориса Мезенцева, созданные архитектором в различные периоды его творчества. Из фондового собрания Государственного музея архитектуры имени Щусева будет представлен проект Дворца тяжелой атлетики, здание Академии наук СССР, административное здание на Петровке, 38. Большой раздел выставки будет посвящен строительству Ленинского мемориального комплекса в Ульяновске. И эта часть выставки будет представлена на материалах из фондов Музея-заповедника Родины Владимира Ильича Ленина и Государственного архива Ульяновской области. Также на выставке будут представлены макеты, выполненные архитектурной мастерской «Симбирск. Проект». Эти и другие выставочные проекты будут ждать своих посетителей в 2023 году. Информацию о них можно будет найти на портале «Про культура» и сайте Музея-заповедника Родины Владимира Ильича Ленина, а также на страницах заповедника в социальных сетях. А мы готовим не только новые выставки, но и новый выставочный абонемент, который позволит всем желающим устроить себе настоящий культурный марафон. До встречи на выставках в музеях Музея-заповедника Родина Владимира Ильича Ленина в 2023 году. Прогулки по заповеднику Вы слушаете радио России Ульяновск У микрофона журналист Евгений Усминяев В Ульяновске прошли студенческие игры боевых искусств Приволжского федерального округа. Рассказывает исполнительный директор Ульяновского филиала Российского союза боевых искусств Михаил Белоусов. Студенческие игры боевых искусств ПФО проводятся у нас впервые при поддержке правительства Ульяновской области, фонда президентских грантов Российского союза боевых искусств, а также Министерства спорта Ульяновской области. Студенческие игры направлены на популяризацию боевых искусств среди студенческой молодежи. У нас присутствует 9 регионов, которые приняли активное участие в наших студенческих играх по следующим видам. Это айкидо, кикбоксинг, самбо, всестилевое карате и кикюсинкай карате. Я надеюсь, что у нас это будет традицией проведения студенческих играх, может быть даже не ПФО, а всероссийских на территорию Ульяновской области. И это некий этап для студентов, где они могут просто поучаствовать в соревнованиях. Рассказ продолжает вице-президент Ассоциации кикюсинкай карате Ульяновской области Василий Салманов. Студенческие игры, соревнования очень необходимы, так как здесь спортсмены подрастающего поколения, в основном участники возрастной категории от 18 до 21 года. Это ребята, которые подают надежды, которые еще не смогли раскрыться в большом спорте, но в студенческом могут вполне между собой конкурировать и показать достаточно высокие результаты. Как Вы оцениваете уровень мастерства ульяновских спортсменов, участвующих в этих играх? Ну вообще Ульяновская область всегда славится единоборствами, особенно не олимпийскими. Ребята, которые участвуют в таких видах, как кикбоксинг, всестилевое кратэ, кратэ киоксинкай, всегда показывают высокие и достойные результаты. Поэтому я думаю, что вузы Ульяновской области покажут высокие спортивные результаты. Мы надеемся на первое командное место. Кстати, это были уже третьи крупномасштабные спортивные соревнования в Ульяновской области в рамках года студенческого спорта. Напомню Вам о том, что первыми двумя были 8-я Всероссийская летняя универсиада и 12-й Всероссийский фестиваль студенческого спорта. Любимые и забытые мелодии с виниловых пластинок Поющие гитары Советский вокально-инструментальный ансамбль, который являлся одним из первых в истории отечественной популярной музыки профессиональным коллективом, давший имя всему жанру виа и послуживший образцом для многочисленных последователей и подражателей. Создан ансамбль в Ленинграде в 1966 году гитаристом эстрадного ансамбля «Дружба» Анатолием Васильевым. Анатолий Васильев уже в начале 1950-х годов играл в популярном ленинградском джаз-бенде «Оркестр носика». В 1956 году до Советского Союза докатился рок-н-ролл. Веселая и озорная музыка вызвала восторг у молодых людей, среди которых был и Анатолий Васильев. В качестве гитариста Васильев получил приглашение в ленинградский ансамбль «Дружба». Коллективом руководил Александр Броневицкий. Поначалу Васильеву было очень интересно работать в «Дружбе», но позже, когда Броневицкий решил поменять концепцию и уйти от модного рок-н-ролла «Фольклор народов СССР», Васильев решил покинуть ансамбль. Анатолий получил приглашение включиться в работу оркестра радиокомитета и записал гитарные партии для фильма «Я шагаю по Москве». Но Броневицкому тоже был нужен талантливый гитарист, и он задействовал все свои связи и возможности, чтобы вернуть Васильева. Договорился, что Анатолия никуда не будут брать на работу, а поскольку безработным в СССР быть нельзя, то беглец вернется в «Дружбу». Анатолий Васильев еще некоторое время проработал в «Дружбе», но весной 1966 года решительно покинул ансамбль. Он захотел создать собственный коллектив, который был бы построен по образу и подобию «Битлз». Вокруг идеи Васильева объединились талантливые молодые люди. Гитарист Владимир Калинин, пианист Лев Вильдавский, барабанщик Сергей Лавровский, певец Анатолий Королев и Евгений Броневицкий, младший брат Александра Броневицкого. Вся подготовка велась строжайшей тайне, так как Васильев не хотел, чтобы ревнивый руководитель ансамбля «Дружба» раньше времени узнал о его планах. Поэтому было принято решение на время репетиционного периода уехать из Ленинграда. Сергей Лавровский через своих знакомых сумел договориться с черноморской туристической базой «Приморская», расположенной в станице Новомихайловской под Туапсе, что к ним приедет настоящая бит-группа, которая будет играть на танцах. Но за две недели до отъезда на Черное море Анатолий Королев неожиданно заявил, что отказывается от участия в проекте. «И стала у нас проблема с вокалистом», вспоминал Анатолий Васильев. «Материал есть, а солиста нет. Надо было как-то выходить из ситуации. Мы хотели держаться манеры Битлз, но для этого нужны два тенора. Один тенор у меня был, Женя Броневицкий, очень хороший тенор по тем годам, а второго надо было искать. И довольно долго я его искал, а пока искал, пел сам. Вот так у нас появился и свой звук, и своя манера». Осенью Анатолий Васильев и его товарищи вернулись в Ленинград. Поймав момент, когда Броневицкий с дружбой уехали на гастроли, музыканты решили показаться перед художественным советом Лен-концерта. Непривычная вокальная манера не понравилась художественному совету, но директор Лен-концерта Георгий Коркин неожиданно решил взять коллектив на работу. «Мы вам дадим помещение, а через месяц вы сдадите сольную программу. Дали нам помещение в ДК имени первой пятилетки, и через месяц мы сдали сольную программу». Это произошло 5 октября 1966 года в ДК имени «Десятилетие октября» на обводном канале. Эту дату музыканты, поющие гитар, считают днем рождения своего ансамбля. Словно сумерек наплыла тень, то ли ночь, то ли день, так сегодня и для нас с тобой гаснет свет дневной. Этот сумрачный белесый свет «То ли есть, то ли нет» И стоим с тобою рядом мы На пороге тьмы Только в глазах Пустота и печаль А на губах Привычки печаль Так скажи, зачем Ты скажи, зачем Ты скажи, зачем Ты скажи, зачем Мы с тобою рядом Первых писем и объятий пыл То ли есть, то ли нет Только кажется, что встреч тепло Навсегда ушло Уже в 1968 году ансамбль записывает на фирме «Мелодия» свою первую пластинку. В нее вошли инструментальные аранжировки британской инструментальной группы «Шэдоус». В этом же году ансамбль записал пластинку с музыкой Микаэла Теревердиева к фильму «Любить». Популярность группы росла. Виа «Поющие гитары» в год давали по 350-400 концертов аншлагов. Регулярно выходили новые пластинки. В 1969 году коллектив записал одну из самых известных своих песен песенку «Велосипедистов», которую и сегодня мы с удовольствием слушаем. Трудно было человеку десять тысяч лет назад Он пешком ходил в аптеку На работу за осад Он не знал велосипеда Слепо верил в чудеса Потому что не изведал Тех достоинств колеса Солнце на спицах Синева над головой Ветер нам лица Обгоняем шар земной Петры и версты Убегающие вдаль Сядешь и просто Нажимаешь на педаль А теперь на белом свете Все куда-то колесят Едут взрослые и дети На работу за осад Едут в баню и аптеку Едут к тёще на обед Что же будет с человеком Через десять тысяч лет Тысяч лет Солнце на спицах Синева над головой Ветер нам лица Обгоняем шар земной Петры и версты Убегающие вдаль Сядешь и просто Нажимаешь на педаль Дай, 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 дай Дай, 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 дай Дай, 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 дай Дай, 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 дай Сильней стороной группы Было эффектное вокальное многоголосие И остроумная театрализация многих песен Зазвучали новые песни Самые яркие из которых Сумерки и Нет тебя прекрасней Их исполнил Евгений Броневицкий В 1975 году Поющие гитары Приняли участие в записи Первой советской рок-оперы Композитора Александра Журбина Орфей и Эвредика Но вскоре Их концертная деятельность Прекратилась И группа распалась Некоторые участники группы Юрий Антонов Альберт Осадулин Ирина Понаровская Валентин Бадьяров Григорий Клеймец Сергей Лавровский Добились индивидуального успеха Как певцы, композиторы Аранжировщики и дирижеры С 1975 года Поющие гитары Занимались постановкой рок-опер И полностью потеряли Свой легендарный состав А с 1985 года Ансамбль преобразован В Государственный театр рок-опера Весной 1997 года Поющие гитары Воссоединились И дали серию концертов Со своим репертуаром Тридцатилетней давности Поющие гитары Снова стали концертировать А в 1998 году Участвовали в музыкальном ринге Я хочу вам рассказать Как я любил когда-то Правда, это было так давно Помню, часто ночью брел я По аллеям сада Чтоб шипнут в раскрытое окно А когда ее встречал я Где-нибудь случайно Мне казалось, слышала так Как тревожно в мое сердце В этот миг стучало Ты одна на свете, ты одна Я мечтал ей улыбнуться И руки ее коснуться О-о-о-о Развала в меня любимым Стал бы самым я счастливым О-о-о-о О-о-о До сих пор она мне часто снится в светлом платье Снится мне, что снова я влюблен Раскрывает мне она, любя свои объятия Счастлив я, но это только сон Го-о-о 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 гитары и некоторое время выступали два разных коллектива с одинаковым названием. В результате судебных разбирательств название «Поющие гитары» осталось за прежним ансамблем в составе Евгения Броневицкого, Владимира Васильева и Аркадия Аладина. Самой известной песней ансамбля в наши дни является «Синяя песня» или «Синий иней» русский текст Альберта Азизова. Первым ее исполнителем в 1959 году был американский вокалист, пианист и композитор Нил Седака. Называлась она «One Way Ticket» «Билет в один конец». В нашей стране наибольшую известность эта песня получила в начале 80-х годов благодаря исполнению британской диско-группы «Eruption». А мы слушаем песню «Синий иней» в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары». Синий-синий иней лет на провода, в небе тёмно-синем синяя звезда, о-о-о-о-о-о. Только в небе, в небе тёмно-синем. Синий поезд мчится ночью голубой Мне за синей птицей едут за тобою За тобою, как за синей птицей Ищу я лишь её мечту мою И лишь она к нам не нужна Ты ветер знаешь всё, ты скажешь, где она Она, где она? И снега несутся в синие назад Только вон кунутся в синие глаза Лишь твои глаза мне кунутся Вечернюю программу для вас подготовил и провёл Журналист Евгений Слюнеев Лишь твои глаза мне кунутся Ищу я лишь её мечту мою И лишь она к нам не нужна Ты ветер знаешь всё, ты скажешь, где она Она, она, где она? Пусть не вечен и ныне, пусть зайдут снега Над рекою синей встретимся тогда Над рекою встретимся мы синие Облака гащутся в синие глаза Лишь твои глаза мне окунутся Лишь твои глаза мне окунутся Лишь твои глаза мне окунутся Субтитры создавал DimaTorzok